Дорогие мои подписчики! Сегодня у меня по плану крылышки Баффало. Вы знаете, я очень люблю погрызть крылышки. Но только что я заказываю, например, куда-то прихожу, и если есть возможность, я заказываю на двух косточках. Ну, это вот эту часть. Вот эту плечевую часть я не очень люблю, а люблю на двух косточках. Я хочу сегодня сделать два способа. Один способ это в кляре и в соусе, а второй просто в соусе. У меня появился новый спонсор. Вот такой соус, который называется Хабанеро Хани. Видите, он такой тягучий внутри, перетекает. Сделан на основе акациевого меда. Ну, то есть здесь всего 4 ингредиента, ничего лишнего. Акациевый мед, молотый перец Хабанеро, чеснок и яблочный уксус. Все. Он сладкий и очень острый. Ну, как очень. Я там треть ложки где-то в рот себе засунул такой, решил попробовать, когда мне его привезли. Намазывать, конечно, его круто. Можно на хлеб прям намазывать, можно намазывать на курицу, можно намазывать на свинину. Очень хорошо получается свинина сладкая. В общем, я такого не пробовал. Это наши россияне делают, русские ребята. И эко-продукт стопроцентный. Стопроцентный. Есть сертификация. Все у них на сайте. Внизу в описании ссылочка. Зайдите, посмотрите. Может, кому интересно будет. А я сегодня его пищу. Причем сегодня я делаю рецепт, который я вообще никогда не делал. У меня есть два способа. Один из которых, это вот, знаете, такой есть фастфуд у нас, известный в России. Вот, где в панировке содержится 10 трав и специй. Вот у меня, короче, у меня тут целая полка трав и специй. Поэтому у меня будет особый рецепт. С тонной трав и специй. Я видел, как это делают. Был на фабрике. У меня была шашлычная смесь специй, я туда бахнул. Теперь я сюда сухого имбиря офиганул. Вот здесь вот у меня должен быть белый перец, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Да, это вонючий белый перец. Фу. Да, его сюда. Все делаю на глаз. Исключительно. Обязательно чеснок. Я надеюсь, что эксперимент получится удачно. И Дуся там меня уже царапает и говорит, да, да, удачно. Дусечка, Дусечка, иди ложись, блин. Дуся, конечно, пес уже старый. Дуси, не многим, не малым, 15 лет. 15. Прикиньте. То есть это приравнивается где-то уже к 85. Соль, 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 соль. Так, обильно так посолил, обильно. Фритюрчик-то будем делать в кастрюльке. Ну, сколько, пол-литра там посмотрим. Главное, чтобы крылья, когда будут обжариваться, не касались дна. Иначе будут приставать. Они должны быть в свободном полете. Знаете, как вот в этом самом фастфуде, в котором имя, которое произносить нельзя, делают? Они берут потом такую сетку и прям опускают внутрь наглухо. Первым способом это в панировке. Я буду делать на двух косточках. А плечевые части без кляра. Мне понадобится чеснок. Четыре зубчика это не так много. Тем более, что мы делаем их яркими, вкусными. Вместе с попками, со всеми делами все режем. Соль. Вот смотрите, соус сладкий. Там соли нет вообще. Поэтому соль нужно обязательно добавлять на сам продукт. Небольшое количество оливкового масла. Для того, чтобы у нас была какая-то жировая пленка. Все. Теперь надо перемешать. Масло, соль, чеснок. Противень. Пергамент, шмамент, крылышками. Вот так делаем. Друг от дружки подальше. Все. Отправляю в духовку. У меня тут стоит максималка, как всегда, 230 градусов. Но считайте, как в нормальных плитах, 200. 15 минут. Потом посмотрим, что с крыльями. Крылышки я уже в муке со специями обмакнул. Дома как обычно все делают. В муке обваляли и жарят. И все. А у самого большого в мире фастфуда есть свой секрет. Они берут, обмакивают в воду. И снова в муку. И можно еще разочек в воду. В муку. А потом уже выкладывают на досточку. За счет каждого погружения в воду. И, соответственно, наслоение муки. Хруста больше. Хотя, вы знаете, это не самые хрустящие крылышки. Здесь как бы смысл в чем-то другом. Именно в панировке, в специях. В каком-то вкусе в определенном. Кто-то писал в комментариях, типа, Василий, что ты мучаешься? Купи себе пирометр. Да есть у меня пирометр. У меня тут столько барахла поварского, что вам даже и не снилось. У меня есть такие штуки, которых вообще ни у кого нет. Привезенные из-за рубежа, со всяких разных выставок. О, пирометр. Ух ты! Значит, если пирометр не урвет, там, блин, 200 градусов. Мне бы чуть-чуть меньше надо. Давай что-нибудь другое померяем. Например, курицу в духовке. 100 градусов сверху на самой курице. 230. Это прям много. 190 градусов масло и погружают туда. Я просто боюсь, что у нас эта штука загорится. Раньше, чем она жарится, начнет. Гореть начнет быстрее. Отправляем курочку жариться. О, температура падает. И мы добавляем еще. Она еще падает. Ждем румяной корочки. Я думаю, минут 15 должно хватить. Но нужно внимательно смотреть, чтобы ничего там не горело. В общем, я увеличил температуру немножко в процессе. Крылья стали выделять воду. Шипение поменялось. Стало такое активное. Это означает, их пора тут доставать. От греха подальше. Ничего так получились. Корка плотная такая. Кляр сидит вообще как влитой. Казалось бы, два раза в воде обмакнула мука со специями. И все. Но запах не как в фастфуде. Мои крылочки не дотягивают. Чувствуется, что просто, видимо, пополезнее немножко. Вот смотрите. Вот эти крылышки обтряхиваем от лишнего чеснока. Он нам уже отдал все свои возможности. Теперь время соуса. Соус. Я, знаете, как... Сейчас с панаитью тоже. Ну-ка. О! Ой, крылышки поменяли свой аромат. Поменяли свое настроение. Это хорошо. Будет два вида у нас. О! О! Шуршат крылышки и шуршит тонировка. Так, не жалеем. Все должно быть покрыто соусом. В этом и смысл крылышек. Острых, ярких, вкусных. Выкладываем крылышки друг дружке. В рядок. Так, эти крылья отдали воду. И смыли соус. Это непорядок. В панировке, конечно, он липнет гораздо лучше. О! О! Пообильнее. Мне хочется, чтобы соуса было побольше. Так, теперь выкладываем голенькие плечики. Вот так. Пора отправлять в духовку. На догрев, до сушку, до жарку. Под вертикальный гриль прям. Пять минут. Засекаем и будем доставать. Ой, какой шикардос получился. Вы посмотрите только. Это же великолепие какое. Здесь подрумянился немножко. Ой, корочка какая. Смотрите, кляр как схватился. Классно. Здесь нет корочки, но тоже все готово. Это просто великолепие. Так, все интересные войдут сюда. Две кучки огромных сделаем. Дуся, да я тебя понимаю. Конечно, я тоже хочу что-нибудь попробовать. Аромат просто... Ах! Не нахожу даже эпитетов подходящих. Ложечку. Оп. Соком, смешанным соусом поливаем. Кунжутиком посыпаем. Чтобы было красиво, еще ореховый привкус придавало. Это хоть не азиатские мотивы, но все равно кунжут идет и в европейских тоже. Ну все, время пришло. Давайте вначале вот эти попробуем. Мясо отходит. Крылышки готовы в меру, сладкие. Соли недостаточно. Е-мое, вот так можно сделать. Просто мне не хватает и остроты. Он при нагревании немножко отошел. О! Ну, другое дело. Можно в нем даже мариновать, мне кажется. Потому что сколько времени у меня стояла курица, она даже нифига не сгорела. Хотя я ждал, что сладкое подгорит обязательно. Нет? Отлично. Но надо больше соли, короче. Дуся, ты точно определяешь направление ароматов? Да? Конечно. Они идут со стола. Сорян, Дуся. Так, а что у нас получилось с вот этими вот на двух косточках? О! От них прям тянется такая. Это очень горячо. Ну, очень прикольно получилось. В том смысле, что кляр впитал в себя сладость и дополнительную остроту. Сочетание меда и чили – это классика. Сейчас модно вообще чили добавлять везде. В шоколад, в кейки. Но сладкая патока или мед плюс чили – это придумали азиаты. Распиарили это. И вот, пожалуйста. То есть, когда ты это ешь, в голове коллапса нет. Вот если в борщ имбиря накидать, тогда может коллапс возникнуть. Типа, ты ешь такой, думаешь, зачем имбирь, борщ, свекла? А здесь ты это ешь, как будто бы так и должно быть. И те, и те крылышки получились совершенно разные. За одним исключением их объединяет кисло-остросладкий соус. Кто хочет чуть больше заморочки, готовьте вот так. Кто хочет попроще, готовьте вот так. Все довольно просто. Ну, кто пивко любит, пожалуйста, бокальчик пивка припасите. В холодильник его бросьте, чтобы он холодный был. Чтобы пиво холодное было. Ну, а в остальном это можно делать для детей. Это можно делать для себя. Это можно делать, как холостяцкий ужин. Все обвалял, запек, перемешал, подпек, на стол ел. В общем, пользуйтесь с удовольствием. Адаптируйте рецепт под свои вкусы, под свои ингредиенты. Добавляйте туда что-то еще, как вам нравится. Ведь, а что, зря что ли мы живем на земле? Мы должны наслаждаться едой. И я, соответственно, всячески этому способствую. Пока, до новых встреч.